Друзья, приветствую! Евгений из Воронежа прислал посылку с образцами двух разных масел. Это Kicks G1 530 Dexus 1 и второй образец это Syntec Platinum 530 Elsac GF5. Так, вот в таком состоянии посылка. Описание. Сверху Kicks, снизу Syntec. Автомобиль Mazda 3 1.5 Skyactiv 120 сил. Условия эксплуатации, описание. Видите, сейчас я баночки почищу и можно будет приступать к сравнению. Такого Kicks у меня не было, поэтому создам эталон, посмотрим что намерит прибор, а дальше проверим отработку. Вот такая спектрограмма. Стеровых пиков тут особо сильных не видно. Сейчас я увеличу. Так, смотрите, есть где-то 0,08 салицилатов, но низкий уровень, откровенно говоря, такой слабенький. Далее выбираю это масло. 57% противоизносных присадок. 6,1 по идее должно быть точно. 6,1 значит щелочное и 1,58 кислотное. 1,58 даже трогать не стал, а вот 6,1 не знаю. Значит, Евгений написал мне, лаба ОРЦ намерила почти 8,8, с учетом разницы ГОСТов я поставил 7,3. Но не знаю, здесь большие у меня сомнения, что это верно. Так, можно приступать к отработке. Значит, объем масляной системы, видите, почти 105 тысяч километров общего пробега. Так, смотрите, что намерила, что показывает отработка. 65% противоизносных присадок в отработке, 25,2 нитрова не начало нарастать. Сажи 0,08 процентов. Значит, это 95% города. Использовался автозапуск. Ну, здесь, в принципе, понятно, почему столько сажи. 2,75 кислотная, достаточно высокая. И 4,1 щелочное. И также, вот, смотрите, 1000 ppm воды. Да, закислилось, получается, на 1,2. Но здесь, судя по всему, много моточасов. Не обращайте внимания на 386. Это Евгений написал 386. Он посчитал примерно 20 км в час среднюю скорость. Но я думаю, что здесь возможно разночтение. Поэтому сложно говорить. Я не стал указывать среднюю скорость. Потому что, ну, как бы, если ошибешься, то все результаты съедут. Давайте посмотрим, что произошло. Ну, понятно, SkyActiv. Разжижение достаточно сильное. Я бы оценил это в 62% из 100. Ну, видите, практически на 2,3 это разжижение. Да, сильное. Ну, здесь объяснимо. Тем более город. Тем более автозапуск. Зимняя эксплуатация. Так, переходим к второму образцу. Это Syntec. Судя по цвету, здесь похоже уже на китайский пакет. Посмотрите, оно здесь плохо видно, вот когда баночка была открытая. Но в линейке можно будет посмотреть. Так, прибор мерит. Спектрограмма. Сейчас увеличу ее также. Такая же похожая картина на Kix. Да, то же самое. Примерно 0,6-0,7 салицилатов. И видите, небольшой такой бугорок. Все-таки есть эстеры в гомеопатических, в минимальных каких-то количествах. Но, тем не менее, с пипеточкой капнули эстеров. Похоже. Потому что есть такой уголок на линии. Так, далее выбираю это масло. Давайте посмотрим, что здесь прибор намерит. Противоизносных присадок 89. Блин, значительно. Лучше по противоизноске, чем Kix. Там 57 было. 1,44 кислотная, ниже кислотная, тоже лучше. И 7,7 щелочное. Блин, ну, по всем показателям я бы сказал, что Sintec выглядит поинтереснее. Так, все сохраняю. Далее переходим. Этот же автомобиль, уже 113 тысяч пробега. 8 тысяч 157 километров. Средняя скорость 37, 220 моточасов. Здесь 90% трассы. Автозапуск не использовался. Это весна, лето, осень. Как указано. Давайте посмотрим, что по Sintec получится. Так, 63% по противоизносным присадкам. Кстати, очень похоже. Здесь гликоль 1,1. Но это граничное значение. Возможно, что и погрешность. Так, нитрование пониже. Ну, и часов поменьше. Получше ситуация с сажей. Там 0,8 было здесь 0,5. Пониже закисленность. Кислотная 2,43. Там 2,75 было. Вот. И чуть ниже щелочное 3,9. А там было 4,1. Но по воде то же самое. Даже не то же самое. Даже чуть побольше. 1600 ppm. Ну, не знаю. Может быть, если осень была. Может быть, осенью пробу брали. Или как-то подмешалось. Вот баночки, видите, там нестандартные. Кстати, расскажу вам про баночки. Про тару. Так, смотрите. Что с вязкостью Sintec. Ну, вот здесь видно, да? Что такое светло-желтенькое. Скорее всего, китайский пакет. Ну, как бы, однозначно утверждать не могу. Но очень похоже. Так, опять же, SkyActiv. Опять же, разжижение. Только на 10% пониже. Здесь 51%. Вот. Видите, даже при движении по трассе, при достаточно высокой скорости, наливает. Наливает мотор. Ну, видите, особенность мотора. Да, не забывайте, пожалуйста, отметить видео. Подписывайтесь. Нажимайте колокольчик. Что там еще? Пейте чай, кофе. Что-то полезное. Ну, и сейчас прогноз. Повторю. Среднюю скорость по Kix не стал использовать. Непонятно, что там. Если 20, это одно. Если 25, это другое. В принципе, можете вот этот прогноз разделить на 25. Получите моточасы. 10100 километров по моющим нейтрализующим, 11100 по нейтрованию, 11500 по вязкости. По синтеку 10600 по моющим нейтрализующим свойствам, 330 моточасов, 430 по нейтрованию, кстати, отличный показатель, и 500 по вязкости. Даже несмотря на такое количество топлива, в принципе, отлично за свои деньги. Синтек просто шикарно отработал, на мой взгляд. Ну, понятно, что условия здесь были. Хотя, я тут столкнулся недавно с такой картиной, что на трассе может быть для масел в некоторых режимах, особенно в турбомоторах, может быть, условия даже похуже. Именно через нейтрование хуже масло приходится, если высокая средняя скорость. То есть, температура высокая продолжительное время, и масло быстрее деградирует. Возможно, что и здесь как-то повлияло. Но, хотя 330 часов, я считаю, отлично. Это, кстати, очень похоже на C23, которое присылали из... Там что-то подобный результат был, кстати, тоже чуть более 300 часов, насколько я помню. Вот, да, обещал сказать по баночкам. Ну, смотрите, по соотношению цена-качество, я думаю, что здесь, конечно, лидер Синтек. Вот, не хуже он отработал чисто номинально, по цифрам. Так он вообще покрасивее выглядел. И кислотное ниже, и щелочное выше. И стеры даже, хоть и в каких-то микроскопических количествах, но, тем не менее, они присутствуют. Какую-то свою роль, они противоизносную или защитную все-таки могут играть. Вот. И, опять же, если в лаборатории ОРЦ нет ошибки, и 8,8 у них, почему я выставил значение щелочного, то это одна ситуация. Если все-таки прибор намерил точнее, 6,1 плюс разница в гости 1,5-7,6, то тогда, я думаю, что Синтек еще интереснее выглядит на фоне Кикса. Вот, по баночкам, что я обещал сказать. Так, ребята, тем, кто собирается присылать или присылает, очень внимательно относитесь к взятию пробы. Проба должна быть обязательно с полностью прогретого мотора, который поработал хотя бы полчаса. Очень важно, я столкнулся на эстеровых маслах, что эстеры расслаиваются. Если машина постоит в каких-то местах, эстеров может быть больше или меньше. Из-за этого результаты могут достаточно прилично скакать. Я разговаривал с представителями Экстрима, они сказали, что это не исключено у них. Но я вам могу подтвердить, что расслаивается даже на Мобил-1 ЕСП. Эта ситуация личная. Столкнулся, и это не единственный случай. Вот, это первое. И второе. Используйте, пожалуйста, тару ранее неиспользуемую. То есть, лучше всего баночки для кала небольшие. Большие протекают. Самый хороший это с розовой крышкой. Еще при форме ПЭТ отлично подходит, с которых бутылки надуваются. На озоне есть, продаются. Тоже супер герметичные. Вот, бывает, что была ситуация, когда человек прислал в баночках из-под перекиси. Масло было мутное. Результаты были в дрова, сразу ушли. Хоть и была промыта, но тем не менее, остаточное количество перекиси повлияло. Была ситуация, когда из-под шампуня используют баночки. И тоже замечено влияние на образец. И поэтому, ну, потратите, грубо говоря, деньги, время, а результат не получите. Вот, очень внимательно. Проба это крайне важно. Вот, даже сами лаборатории, где-то у меня тут ссылка есть, как Polaris лаборатория расписывала весь процесс правоотбора. И он крайне важен, крайне важен. То есть, результаты можно получить просто непредсказуемые, неправильно взяв пробу. Вот, кстати, как-то тест был по экстриму. Два раза человек присылал с Тойоты, с Микрика. И там очень высокие результаты были. Я думаю, что как раз вот та ситуация и была. Именно с СТРов оказалось меньше, чем в начальном масле. И поэтому сразу был подскок по числам. И был космический ресурс. Вот. Это с тем, с чем лично столкнулся. А так, вот такое получилось видео. Благодарю Евгении за предоставленные образцы. За поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.